Всем привет! С вами Клеопатра. Сегодня будет наконец долгожданный для многих влог. Очень многие меня просили наконец-таки сделать ролик про моё рабочее место, поэтому в этом видео я вам покажу не только все, что касается моего нового компьютера, но еще и вообще в целом моё рабочее место, где проходят стримы, где я записываю видео, но обо всем по порядку. Первое, с чего начнем, это сам рабочий стол. Искала я его достаточно долго, потому что столешница здесь 2 метра. Да, на самом деле, такой возможный нестандартный подход к рабочему месту, но я всегда хотела длинную большую столешницу, потому что ее можно разделить на две зоны. Первая зона у меня рабочее пространство, где можно что-то написать, почитать, заполнить и так далее. И вторая зона, это именно пространство, связанное с компьютером, то есть это YouTube, это видео, это стримы. Но обо всем по порядку. И не начну я, прежде всего, с лампы. Купила ее буквально вот на днях, вот Xiaomi, но мне она уже очень нравится, потому что она, во-первых, гнется в разные стороны, то есть как вам удобно можете настроить, но самое главное, за что мне это больше всего понравилось, то что здесь можно настраивать сам свет. Кнопочка включения. Далее на сенсорной панельке вы можете настраивать, собственно, яркость вашего света, который есть. Возможно, на видео это не так сильно отображается, но на самом деле здесь настраивается именно яркость самой лампы. И следующая кнопочка меняет цвет, именно цветовую гамму вашего свечения. Вот это очень здорово, потому что когда вы ставите теплый желтый свет, глаза отдыхают, то это именно тот свет, который лучше всего использовать вечером, при жтении, когда вы хотите расслабиться. Если же у вас какая-то сложная работа, возможно, подготовка к экзаменам или, не знаю, сессия, еще что-то, то лучше ставить вот такой синий холодный свет. Он, возможно, не совсем, скажем так, идеален для расслабления, но тем самым вы не даете мозгу отдыхать, и получается, что вечером, когда вы уже устаете, этот свет дает возможность концентрироваться. Так что именно в этом, я считаю, очень большой плюс такой лампы. Я искала именно с возможностью смены температуры свечения и вот как раз нашла. Следующее, о чем стоит сказать, конечно же, наушники соневские. Сейчас в верхнем углу по подсказке вы можете посмотреть влог с распаковкой, я уже подробно про них рассказывала. В них я работаю на стримах, сделаю ролики, записываю что-то, в общем, все, что связано с наушниками, только через них. Далее, блокнотик для записи, после чего планер. Это очень классная штука, я его очень люблю, потому что это вещь, которая позволяет не забывать все то, что ты запланировал неделю на месяц вперед. Планер — это такая вот небольшая, скажем так, книжечка, в которой есть разлиновка на каждый день, и ты можешь заранее записать то, что тебя ждет на следующей неделе, распределить все по дням, по часам, и это дает реально возможность что-то не забыть, не упустить, потому что держать на голове всего практически невозможно, и без такой вещи это очень, как бы, легко забыть. И кроме того, планер дает возможность иметь большого количества листочков, которые разбросаны по всему дому с заметками, что нужно, чтобы купить или куда-то сходить. Это что касается левой части стола, то есть именно рабочего места, где можно что-то записывать, читать, заполнять, вот это вот, скажем так, метр такой, где можно всем этим заниматься. Вторая часть стола посвящена именно записям видео, стримом, это все, что касается ПК. Ну, пойдем, наверное, слева направо. Первый это микрофон. Мой Routent USB, он у меня достаточно давно, это, в принципе, единственный качественный микрофон, который у меня вообще был, потому что изначально видео и стримы записывались на микрофон буквально за 200 рублей, который у меня был еще очень-очень-очень давно, и покупался он чистый для общения по скайпу, но впоследствии его стало именно помощью для стримов, и после чего я купила вот этот микрофон. Он, на самом деле, очень хороший, но у него есть один минус, он очень чувствительный, поэтому, если у вас шумное помещение, то лучше либо покупать какую-то ветрозащиту для него, либо же брать что-то другое, потому что он действительно безумно чувствительный к любым различным колебаниям. Далее, клавиатура. Как раз купила тоже недавно при переезде. Это клавиатура не механическая, она мембранная. Я взяла специальную мембранную, потому что механика очень сильно бьет по ушам на стриме, и мембрана гораздо более тихая. Ну и, конечно же, у нас подсветка. Это был, в принципе, основной аргумент, который я выдвигала к клавиатуре, чтобы обязательно была подсветка, чтобы она была тихая. И еще мне очень понравилась вот эта вот часть, потому что она дает возможность рукам не уставать при долгой работе за компьютером. Клавиатура у меня от фирмы Logitech, модель G213. Я оставлю ссылочки в описании, кому интересно, можете посмотреть. Далее, мышка от Corsara. Мышка Garpon от Corsara. Она не очень дорогая, но к мышке было единственное требование, чтобы она была достаточно маленькой, потому что у меня небольшая рука, и под мою руку большие мышки, они мне просто неудобны. Эта мышка, она очень маленькая, именно вот под мою маленькую руку. Я буквально перекладывала все мышки по фраке. Это магазин, где я как раз ее покупала, но вот именно это мне было действительно прям очень удобно. Далее, коврик от Razor. Ну и, собственно, сам стол, про который, кстати, не сказала. Стол из Ikea. Не могу сказать, что он безумно качественный, потому что если прикрепить на него вот такой вот коврик на клейкой основе, то часть стола может немножко отваливаться, именно верхняя часть. Вот этот вот лак, покрытие, не знаю, что это, может немножко отходить. Но свои деньги, в принципе, он достаточно бюджетный, и самое главное, что он двухметровый. То есть это то, что я искала, поэтому я решила, что лучше я вряд ли найду за небольшую стоимость, но за то, чтобы он именно был достаточно длинный. Соответственно, далее два монитора абсолютно одинаковые от Asus. Один из них, вот этот центральный, точно такой же у меня был на предыдущей квартире, соответственно. И правый я решила взять тоже точно такой же, потому что они реально классные. Они тоже недорогие, в пределах 10 тысяч, но они действительно прям вот максимально делают то времяпрепровождение за компьютером, которое у меня есть, которое достаточно большое, именно делают комфортно. Соответственно, вебочка. Тот же от Logitech, она самая такая стандартная. Мне кажется, она вообще практически у всех стримеров и ютуберов. Модель тоже оставлю в описании, сможете посмотреть, что это именно, сколько стоит, и где сейчас можно ее приобрести. А далее кресло, на котором я сижу от фирмы DaxRacer. На самом деле, когда я ехала покупать кресло, я, честно говоря, даже не знала, какое мне нужно, какие они вообще бывают, но я зашла в Fofrag и увидела в самом дальнем углу черное кресло. Я хотела цветное, именно вот со вставочками. Увидела черное небольшое кресло и думаю, ладно, просто посижу. Я села в него, я поняла, что вот это действительно то, что мне нужно, мне это удобно. Потом я пересидела тоже в очень многих креслах, но поняла, что именно это мне удобно, и это было именно оно. А потом я еще знала, что у него бывают синие, зелено-оранжевые вставки, но, в общем-то, решила дать синие. Кресло тоже очень удобное, потому что оно сделано специально для длительного, скажем так, пребывания в нем. Здесь подушечки для головы, подушечка для спины. Все это регулируется. Кроме того, оно еще регулируется по, естественно, высоте. Регулируются вот эти подлокотники. И самое, наверное, классное, что есть в игровых креслах, регулируется спинка. Если я сейчас не упаду отсюда, я вам попробую показать. Происходит это примерно вот таким образом. Можно, в принципе, откидываться еще дальше. Но, к примеру, когда смотришь фильмы или просто расслабленно смотришь какие-то видео, это действительно очень удобно. Но, соответственно, если нужно поработать, то можно также, хоп, поднять спинку назад, и она будет уже вертикальная. И таким образом не дает вам расслаблять спину, не дает сгибаться. Это тоже очень хороший плюс, потому что, опять же, при постоянном нахождении за компьютером, это важно для того, чтобы останка в итоге не постилась. Ну, и, наконец, мы плавно подошли к самому компьютеру, да, сам системный блок и все, что там находится. Системник у меня от Thermaltake. Прошлый был, кстати, тоже от этой фирмы. Но в этот раз я решила взять белый, потому что здесь, в принципе, стол белый, квартира сама светлая. Поэтому захотелось тоже, чтобы корпус был светлый. Внутри здесь очень много разных подсветок. Подсветка на кулере, подсветка на видеокарте, ну и, собственно, сама подсветка от корпуса. Все было именно так задумано, и на самом деле мне уже можно не покупать новогоднюю елку, потому что у меня, в принципе, елка тут уже поставлена и будет работать каждый день, круглый год. Конечно, на подсветку лучше всего смотреть в темное время дня, это я вам тоже покажу. Но что касается наполняемости компьютера, то погнали уже изучать, что же там внутри. Кстати говоря, еще одним плюсом этого корпуса является то, что здесь можно все спрятать. Посмотрите, у меня практически нет шнуров, которые откуда-то вылезают. То есть все очень хорошо запрятано, ничего ниоткуда не торчит, и в корпусе очень много свободного места. Это, я считаю, отдельный плюс, потому что очень часто в корпусах все просто в кучу накидано. Это некрасиво, это нефункционально, и самое главное, это плохо проветривается. Здесь все очень прям так здорово получилось укомплектовать, еще очень много свободного места. Так что в этом плане корпус прям действительно отыгрывает, мне кажется, на 100 и 100. Как выглядит ПК в ночное время, можно увидеть на этих кадрах. Что же касается комплектации, то начнем с процессора. Решила взять i7, потому что i9 все-таки еще достаточно дорогой, и мне кажется, что переплачивать сейчас за него, в принципе, не имеет смысла. Мотивистскую плату мне посоветовали в том месте, где я полностью собирала ПК. Это магазин DNS, очень классное место, отличные ребята, которые разбираются в том, что они делают. И, кстати говоря, именно вам, моим зрителям, отдельное спасибо, потому что именно вы посоветовали мне это место в сообществе на моем канале в YouTube. Так что реально огромное вам спасибо, действительно очень классный магазин, все находится в одном месте, могут проконсультировать и прям там же собрать. Так что это для меня была прям находка. Далее, видеокарта от MSI, 2060 Super Gaming. Хотела 2080, но, опять-таки, по бюджету это выходило бы гораздо дороже, поэтому решила, что на текущем этапе 2060, я думаю, мне более чем достаточно. И сразу предотвращаю вопросы на тему, Кань, зачем тебе такой крутой ПК, если ты стримишь Clash of Clans? Clash of Clans — это основа канала, которая действительно была долгое время. Однако сейчас я планирую делать разнообразный контент, который связан именно с играми на ПК. По этой причине я покупала такой икон, который точно бы тянул все то, что я хочу стримить. Далее, безумно красивый корпус от Thermaltake в белом снежном цвете с окном с иллюминатором с левой стороны, где можно посмотреть все, что находится внутри. Огромное количество различных подсветок, которые сейчас я переключаю на видео, вы можете наслаждаться. По вечерам действительно выглядит безумно красиво, особенно если в комнате полумрак. Клавиатура Logitech G213, как я и сказала, это мембранная клавиатура, взяла для того, чтобы просто не било по ушам. И она сама мне удобна. Она, кстати говоря, очень бюджетная. Что касается мышки, тоже недорогая от Corsair. Опять же, как говорила в начале ролика, мне нужна была небольшая мышь, которая будет удобно ложиться в мою руку. Именно гарпун от Corsair мне очень понравился. Оперативная память на 16 гигабайт от Kingson HyperX. Ну а блок питания здесь у меня от Cougar на 750. Хотела взять больше, но опять-таки в DNS меня отговорили. Сказали, что в принципе более мощный блок на текущий момент под мои нужды особо-то и не нужен. Кулер от компании Cooler Master не очень дорогой, но на мой взгляд очень качественный. Потому что кулеры от этой фирмы у меня уже были, никаких нареканий на них нет. Жесткий диск стоит от Toshiba на 4 терабайта. А также у меня стоит еще отвердительный накопитель отдельно под винду самсунговский на 250 гигов чисто под операционную систему. А вот на Toshiba уже складывается все то, что мне нужно. Кстати говоря, здесь при выборе жесткого диска, да и в принципе многих других комплектующих, мне очень также помогли ваши советы, которые вы оставляли в сообществе на ютубе. Потому что многие советовали именно этот жесткий диск от Toshiba. Многие советовали именно этот блок питания. Так что я прислушалась и спасибо вам отдельное за это. Два монитора от Asus на 23 дюйма. Я не искала ничего другого, потому что уже имела опыт с этим монитором. Мне все очень нравится, поэтому взяла сразу два и очень довольна. Ну и то, что со мной переехало, то, что я не покупала на текущий момент, то, что было куплено ранее. Это наушники от Sony, на них уже была распаковка. Это микрофон Rode NT-USB и это веб-камера от Logitech. Это все со мной просто переехало на эту квартиру и стало приятным дополнением. Это основные моменты, которые я хотела рассказать и показать касательно моего рабочего места и ПК. Но если у вас остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Также в описании к этому ролику я оставлю полный список комплектующих. Вы сможете их еще раз посмотреть. Также в ближайшем будущем планируется влог с рум-туром и в целом с квартиры. Но для начала мне нужно немножко перевести сюда вещей, чтобы было что вам показать. Поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить лайк на видео, чтобы ничего не пропустить и всегда быть в курсе свежих новостей. Всем удачи, пока-пока!